справочка от звербанка о том что мне арестован счет забегая вперед скажу что счет арестован несправедливо и что это уже система в городе ангарск для того чтобы мне как бы есть вот еще документы которые просим вот значит окончить исполнение да то есть они сначала как бы арестовали а потом вот просят окончить исполнение потому что деньги поступили на их кривые счета ну как бы нервы 33 дня жизни никто не вернет поэтому я сегодня сегодняшнего дня я решила не то чтобы бороться а решила с ними и же методами то есть теперь чтобы мне разрестовали счет я должна все бросить высоко задирая колени в пенсионном фонде взять вот эти бумажки я должна была и должна была побежать к судимым приставам как дура ехать за свой счет вызывать такси сидеть в очередях мне сказала что я этого делать не буду то есть я не буду брать бумаги я не буду бегать по приставам я не буду брать бумаги приставов и бегать с ними по банкам потому что я никому изначально ничего не была должна а то что система работает криво как все у нас в рашке наши любимые здесь тоже как бы моей вины нет я просто предприниматель я просто творческий человек который пытается выжить не сидя на шее у государства пытается выжить сам и давайте будем разбираться что из этого получится я прям сериал готова снять если вам нравится подписывайтесь пишите комментарии потому что ну реально как это называется человек просыпается утром у него заблокирована арестована карта а что если у него карта 1 и мне сказали что даже если сегодня приставы там все сделают как надо у меня она разморозится не раньше чем через неделю а эту неделю я как должна жить каким образом не делая ничего плохого стараясь вовремя платить пенсионный фонд я почему-то должна вот просто на ровном месте начать страдать ну как бы я не страдалица по жизни не на нарвались вот кстати дальнейшие новости как я звонила в пресс-центр мвд региона про то как я звонила в ангарский суд про то как я пыталась вообще найти правду и еще не нашла серьезно вам говорю говорят что такие дела сто процентов прогарные но не в моем случае я надеюсь что я смогу посредством своего канала и вашей поддержки потому что она в данный момент нереально нужна это не шуточки это там не видел про помадки это реально ко мне залезли в карман не имея на то никакого права в данный момент карта заблокирована и будет заблокирована еще неделю если у вас есть знакомые предприниматели имейте в виду что с ними может или вы сами предприниматель имейте в виду что с ними может сложиться такая же точная ситуация. Сегодня я обнаружила вот такую газетку у себя в подъезде. На первой странице мы видим репортаж «Ходорковский в Иркутске». Вот такие штучки раскидал Дима Надымов. Когда-то в 90-е мы с ним работали на одной телекомпании. И тут можно написать свои пожелания ему. Ну уж я пожелаю, так пожелаю. Учитывая, что у меня уже несколько дней арестован ни за что счет в Сбербанке, вот уж пожелаю, пожелаю. Дима Борис с коррупцией. И народ это запомнит и возведет себя на пьедестал. Так, как бы и до мыра недалеко. Всем привет, подписывайтесь и продолжайте смотреть. Посмотрите, как осуществляется захват вашего номера телефона на сайте. Вы, допустим, с вами что-то не так, ваши счета арестованы, у вас сложная ситуация, вы начинаете искать ответ в интернете и попадаете на вот такой сайт. Значит, в этот момент к вам приходит добрый консультант, он выглядит очень-очень-очень мило, Евгений, якобы, Беляев. И вот он спрашивает, значит, приветствую, я дежурный юрист сайта, могу ли я чем-нибудь помочь, моя консультация бесплатно, задайте вопрос. Значит, здесь вы задаете вопрос, пишите, у меня вопрос, допустим, да, очень простой. Вот я сейчас пишу, у меня вопрос простой. Можно тут ответить? И на что вы сразу же получаете только что. Вот, и Евгений, вот я уже просто это делаю 15-й раз, и схема идет одна. Давайте я отвечу на ваш вопрос по телефону, так будет быстрее, и сейчас появится форма. После чего Евгений Беляев вываливается со связи, и вам вылетает вот такая форма, где вы все себе должны выложить. И после чего, как правило, никто не перезванивает. То есть в данный момент осуществлен захват вашего номера телефона, вашего реального имени и фамилии, также города и места проживания. То есть таким образом к вам потом может идти любая нежелательная спамовая продукция. Так что будьте бдительны и не пишите свои телефоны, где попало. К тому же этот человек мне отвечает одно и то же на уже 16-й за последние 20 минут вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok